Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхм! Сегодня мы продолжаем с вами изучать книгу «Деяния апостолов», книгу, рассказывающую нам о жизни первой общины, наполненной Духом Святым и Вадимы. На очереди шестая глава, и я хочу прочитать первый стих. Хочу для тех, кто может быть впервые к нам присоединиться, сказать, что я, как правило, читаю перевод Штерна, но в видео ставлю в виде субтитров синодальный перевод для того, чтобы вы могли следить за мной, для тех из вас, кто хочет, внимательно вчитываясь, изучать текст. Итак, первый стих. «В это же время, когда количество Талмидима увеличилось, евреи из России не стали жаловаться на евреев из Иудеи, потому что при ежедневной раздаче их вдов упускали из виду». Что это за деление на евреев из России и евреев из Иудеи? Есть несколько версий на этот счет. Некоторые считают, что они были делимы по принципу языка. На самом деле, язык древней Иудеи часто называют арамейским. Я не считаю его самостоятельным языком. Вот по какой причине. Он находился под влиянием Торы. Действительно, очень многие люди не разговаривали на языке Торы. Это просто было невозможно. Любой язык со временем трансформируется. Под влиянием разных факторов. На еврейский язык того времени влияли и языки рассеяния. После Вавилонского плена люди, жившие в своих территориях, жили в том числе там, где говорили на настоящем арамейском. Но влиял греческий язык уже на протяжении многих веков. С момента завоевания Александром Македонским и переводом септуагенты. Септуагенты, греческий язык тоже и греческая культура очень сильно влияли. Для еврейского народа главным источником для языка продолжала быть Тора. И она влияла на них. То есть, по сути, арамейские иудеи того времени, это был некий такой синтез различных языков. И вот в данном случае речь идет о том, что были некие евреи из Иудеи. То есть, видимо, они говорили на таком языке. И были те, которые приехали из Рассеяния. Хотя их языки были схожи, потому что этот язык получил распространение. Но вместе с тем и отличался. Я думаю, что жители стран бывшего СССР, верующие особенно, меня сейчас очень хорошо поймут. Поскольку в Украине, например, были места, где более ярко выраженный был такой украинский язык, близко похожий на польский. Где-то менее ярко выраженный, да, больше похож на русский язык. Это зависело очень часто от территории. Так и здесь это зависело от территории. Помимо этого, подобно как в русскоязычной среде, под влиянием синодального перевода, которому на минуточку уже больше 150 лет, люди, которые живут сейчас в общинах, в христианских церквях, имангельских, читая этот текст, их язык отличается от людей, которые живут в окружении. Так и здесь. Мы имеем дело с людьми, которые жили в Иудее и находились под влиянием Торы и тех языков, которые смешались в так называемый арамейский. И людей, которые жили в Россении, для них тоже был этот язык известен и понятен, но вместе с тем, в силу того, что они жили территориально в других местах, они по-другому разговаривали, по-другому видели, да, и между ними было, по крайней мере, видимое деление. Второй стих. Тогда 12 посланников созвали общее собрание Талмидим и сказали, «Не подобает нам, оставляя Слово Божие, чтобы накрывать на столы братья, выберите из себя семь человек, наполненных Духом Святым и Мудростью, мы поручим им руководить этим важным делом, а сами всецело посвятим себя молитве и служению Слову». Сказанное им пришлось по душе, всему собранию они собрали, они выбрали Стефана, человека полного веры, Ироаха Кодыш, Филиппа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармеона, Николая, Празелита из Антиохии. Интересно, для апостолов стало очевидно, что необходимо принять некоторые организационные шаги, которые нужно здесь совершить для того, чтобы существование общины дальше продолжалось упорядоченным образом. Хочу обратить ваше внимание сразу на принципиально новый подход, не так, как это было в первых главах Деяния апостолов, еще до сошествия Духов Святых. Тогда апостолы, опираясь только на Тору и пример Израиля, избирали нового апостола путем жребия. Здесь же они используют совершенно другой принцип. Они определяют требования, которым должен соответствовать этот человек, в частности, быть уважением остальных, исполненных Духом Святым и житейской мудрости. То есть, видимо, человек должен быть немолодой. В дальнейшем в книге «Послание к Тимофею» мы видим, что этот список как бы расширен или добавлены подробности. И мы видим, что были выбраны семь человек. Судя по всему, вероятнее, ну, судя по их именам в основном, они были из той части еврейского народа, которая пришла из рассеяния. Среди них мы знаем, по сути, только Стефана и Филиппа, встречая его на страницах Священного Писания. Стефан вот в нашей недельной главе, а Филиппа мы увидим еще в истории с Евнухом. Не будем забегать вперед. За остальных мы практически ничего не знаем, каково было их будущее. Там есть какие-то намеки в традиции, но я к этому апеллировать не буду. Шестой стих. «Эти люди были представлены посланникам, и те помолились за них и возложили на них руки». Есть такое замечательное еврейское слово «смеха». Это эквивалент греческого слова «эксусе», что означает «власть». В древних времен возложение рук совершалось на судей, на старейшины или на раввинов, и это имело символическое значение. По сути, оно как бы было поворотным моментом между тем, как человек нес то или иное служение добровольно, и тем моментом, когда это становилось официально провозглашенным его служением. Этот ритуал встречается в иудаизме. Мы с вами, например, можем увидеть, что поставляя 70 старейшин на служение, Моисея рукополагает, то есть возлагает на них руки. Не старейшины до того момента не имели рукоположения, но были ими. То есть они были руководителями Израиля, были людьми авторитетными, их уважали, к ним прислушивались. Это же был такой поворотный момент, когда в глазах общественности имели право, кстати, в том числе и судить. Седьмой стих. «Итак, Слово Божие продолжало распространяться, число Талмедима и Рошалайме стремительно росло, и огромное количество Каганим становились послушными в вере». Обращу внимание только на упоминание здесь Каганим, то есть священников. На самом деле есть немало свидетельств, что большинство священников на тот момент были из цедукеев, цедукин, то есть это были люди, которые не верили ни в воскресение из мертвых, ни в ангелов, ни в бесов, ни в приход Машеха. То есть для них это все было далеко, поскольку это было все написано у пророков, а пророческие тексты они не воспринимали. И это, по идее, должно было мешать ему веровать, но вместе с тем очевидно, что в результате действий Духа Святого это для них открылось. Восьмой стих. «Стефан же полной благодати и силы совершал в народе великие чудеса и знамения, однако некоторые из членов так называемой синагоги Либертион, состоящей из жителей Керении, Александрии, Киликии и Осийской провинции, заняли враждебную позицию, они спорили со Стефаном». Либертион, что это такая за синагога, однозначного ответа на этот счет нет. Я делюсь той версией, которая мне наиболее близка. После некоторых исследований я пришел к такому выводу, что это так называемые неоортодоксальные или либеральные течения в иудаизме, которые зародились в Россеянии. В принципе, как и сейчас, так и в древности, иудаизм не был однородным. И вот в данном случае мы имеем дело с таким течением, которое можно было назвать, может быть, более либеральным. Десятый стих говорит нам, «но не могли противиться мудрости и духу, которому он говорил». Тогда они тайком уговорили каких-то людей, чтобы те заявили, мы слышали, как он богохульствовал на Маше и на Бога. То есть это люди достаточно ревностные, они не могли победить Стефана в открытой дискуссии, сила которого благодаря духу святому была неоспорима. И они обвинили его в богохульстве. Двенадцатый стих. «Они привели в волнение народ, а также старейшины и учители Торы. Те пришли, схватили его и повели в Синахидрин. Там они представили лжесвидетелей, которые сказали, этот человек постоянно осыпает бранью это святое место и Тору. Так как мы слышали, он говорил, что Ишу из Назарета разрушит это место и изменит обычаи, преданные нам Маше». Интересно, что они не смогли предоставить убедительных доказательств. Почему мы это знаем? Потому что им пришлось прибегнуть к помощи лжесвидетелей. Возможно, потому что это более либеральное течение, они не были озабочены вопросом кошерности свидетелей. Я не буду сейчас разъяснять этот термин. Вы можете посмотреть «Два шабата, одно воскресенье». Там об этом рассуждается. И вот что заявляют эти свидетели, лжесвидетели. Так как мы слышали, что он говорил, что Ишу разрушит это место. На самом деле мы с вами знаем, что никогда Ишу ничего подобного не заявлял. О чем здесь речь? Почему они выставляют? Но это лжесвидетели. Мы с вами знаем, что единственный раз Ишу говорил в метафорическом плане о разрушении собственного тела. Его тогда не поняли. Возможно, здесь приводится этот пример. Он также говорил, что другие разрушат это место. То есть он никогда не говорил, что сам разрушат. То есть его слова Стефана были переначены. По поводу Торы для древнего иудаизма абсолютно нормальной была идея, что когда Машех придет на землю, он даст новое понимание Торы. По сути, вот все дискуссии, которые мы находим на страницах Священного Писания, которые Иисус говорит с иудеями, с фарисеями, с учителями Торы, он всегда дает понимание тех или иных текстов Священного Писания, причем и Талмуда, и Мидрашей, и, собственно, Танаха, независимо от того, какое у людей представление об этом. То есть он знает их точку зрения, но не отменяя ее, придает ей новый смысл, новое понимание. И эта идея, что Машех, придя на землю, принесет новое понимание Торы, не была новой. Ученики не были первыми, кто эту идею провозгласил. Мы с вами можем найти в толкованиях на книгу «Бытие раба», 98 глава, 9 стих, там говорится так, что «Когда придет тот, о котором написано, кроткий, сидящий на ослице, и молодом осле, сыне подъеремный», то есть мы понимаем, что речь идет о Машехе, и в глазах учеников, и в глазах народа, он составит для них слова Торы и укажет им на их ошибки. Учение говорило о том, что когда придет Машех, он научит новому пониманию Торы. И даже был такой термин, который назывался «Тарат Машех», в отличие от «Тарат Машех», что значит «Пятикнижие Моисеева», речь шла о законе Торы, которую несет Машех, не в смысле того, что это другая книга или другое учение, а в смысле того, что Машех дает новое понимание. Ну, самый известный, наверное, текст, который здесь можно использовать из слов Ешоа, когда он говорит о субботе, он говорит «суббота для человека», а не «человек для субботы», расставляя приоритеты. Очень часто до сего дня приоритет этот перевернут, с точностью наоборот тому, что сказал Ешоа. Интересно, что даже такой известный в иудаизме раввин, очень почитаемый до сегодняшнего дня, Раф Акива, которого очень тесно связывают с появлением Каббалы, тоже говорил о том, что Машех праведник принесет так называемую новую Тору, подразумевая, что речь идет о каком-то новом, принципиально новом понимании. То есть, даже если предположить, что придя Машех отменяет Тору, предположим, дает какую-то новую Тору, это все равно для древнего иудаизма не было каким-то нонсенсом. Это укладывалось в рамки того, что люди знали и чему учили. Кстати, сегодня тоже в некоторых кругах иудаизма существует представление, что приход Машеха, а они не верят, что Ешоа Машех должен прийти кто-то другой в их представлении. Так вот, они верят, что приход Машеха принесет совершенно новую Тору, а прежняя Тора будет отменена. Это я к тому, чтобы понимать, что здесь нет почвы для обвинения. Конечно, Раф Акива имел в виду совершенно другое, собственно говоря, то, что стало присуще для Кабалы. Я не буду сейчас в это углубляться, я категорически отвергаю Кабалу и все, что с ней связано. Поэтому, ну просто, чтобы мы понимали, откуда все взялось. И мы с вами читаем 15 стих. Все сидящие в сине Хедрине внимательно смотрели на Стефана и увидели, что лицо его похоже на лицо ангела. Другими словами, в глазах присутствующих он преобразился. Вот такая у нас интересная история о том, как строился уклад первой общины. История Стефана будет продолжена в следующем уроке, и мы немножко больше об этом тогда поговорим. И на сегодня это то, чем я хотел с вами поделиться. Да благословит вас всех Господь! Большим еще, Машех! Аминь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!